Местом проведения ралли Дакар впервые за многолетнюю историю своего существования стала не Африка, а Южная Америка. Смена географии, она весьма интересна для участников, но там попадались такие участки, которые были весьма и весьма неспортивные. А так, это и другие совершенно пески, это и другие дороги, даже пыль та другая, там ее гораздо больше. В прошлом году из-за угроз террористов буквально в последний момент африканский Дакар отменили. На этот раз организаторы гонки предпочли не рисковать и перенесли ее на другой континент. Вот то, что не было ребят с автоматами и калашников, нас, честно говоря, не сильно расстроило. Там их действительно нет, там очень дружелюбное население. Преодолевая горные перевалы Ант, гонщики очень скучали по африканским пустыням. Просторы африканские, конечно, притягивают участников гонки, поскольку там есть возможность развернуться. Есть возможность обогнать, есть возможность как-то варьировать трассу и так далее. Здесь мы были немножко зажаты в этом плане. Победу на Дакаре 2009 праздновал экипаж Фердауса Кабирова. Сам Кабиров стал единственным в мире гонщиком, которому покорилась не только Африка, но и Южная Америка. Эта победа, наверное, досталась тяжелее, потому что, во-первых, соперничество было на очень высоком таком уровне. И сам Дакар, он уже сам по себе тяжелый, да, и финиш, чтобы финишировать, нужно серьезное преодоление, преодолеть пески, трассу и так далее. А тут еще и чисто спортивная составляющая, именно соперничество между собой, которое исчислялось в секундах, в нескольких минутах. Вторым к финишу пришел товарищ Кабирова по КАМАЗ-мастер Владимир Чагин, пятикратный победитель Дакаров. Если бы мы пропустили вперед нашего соперника, тогда бы, естественно, команда нам этого не простила. А мы впереди тоже наши, и наше второе место, оно как-то нисколько не расстраивает, потому что мы победили. Несмотря на столь блестящее выступление, пилоты КАМАЗ-мастер на пресс-конференции не скрывали, что у их железных коней есть и определенные недостатки. Продвигатель, можно сказать. Он хоть наш, родной, надежный, нельзя его ругать, но сейчас уже все моторы с электроникой, а на нашем ни одного провода нет. Захвативший весь мир финансовый кризис не обошел стороной и российскую гоночную команду. Падение продаж отражается и на финансировании команды. Мы это все правильно понимаем и, соответственно, сами тоже в режиме экономии работаем. Однако, несмотря ни на что, пилоты КАМАЗ-мастер полны решимости в следующем году вновь занять первые места на пьедестале почета. И очень хочется верить, что России удастся сохранить свои победные традиции. Головой поднимаем кухне? Давайте поднимем. Продолжение следует...